В этой серии Настю захватили охотники и посадили в клетку за награду в 300 алмазов. И мы с ребятами немедля приступили к её спасению. А получится ли нам это сделать, смотрите до конца. Ёвчикова, ребята, всем привет, с вами, как всегда, Градус Король Вампиров. И сегодня со мной сущность Райм и охотник на вампиров Утёнок Джек. Всем привет, ребята. Всем привет, с вами Утиная Сущность. Что? Всем привет. Так, сегодня мы продолжаем искать Эндер Город для Райма, как он и хотел. Его туда что-то тянет, непонятно что, хотя он сам похож на Эндермена, в принципе, это неудивительно. Ребят, у нас будут небольшие проблемы с тем, чтобы перемещаться по островам. Но я думаю, мы справимся, поскольку я, как Эндермен, умею телепортироваться. Да, и Райм, что-то какие-то помехи у него происходят. И он время от времени превращается в обычного Эндермена. Ладно, что я хочу сказать. Также, ребята, пожалуйста, если вы до сих пор не подписаны на канал, подпишитесь и поставьте лайк. Ведь как только на этом видосе набирается 15 тысяч лайков, мы с ребятами идём записать следующую часть. Что ж, давайте ко мне. Наша цель сейчас найти Эндер Город. И мы будем просто пытаться перемещаться по островам, насколько это возможно. В Эндер Краю не работает моя способность летучей мыши. Мне это, к сожалению, очень сильно не нравится. Но что мы можем поделать? Мы можем либо разделиться. Но проблема в том, что будет немножко сложнее перемещаться. Потому что блоков у нас немного. У меня вообще блоков практически нет. Я буду рассчитывать на вот эти островки и телепорты. Потому что, смотрите, ребят, садитесь на меня. Садитесь на меня. У меня есть одна способность. Окей, я сажусь. Так, давайте. Джек, догоняй меня. Мягенько. Мягенько. Моя голова мягенькая, понимаю. И сейчас я вам покажу один фокус. Правда, одна проблема. Я плохо вижу из-за вас. Но, в теории, должно все получиться. Так, становимся на самый край. А, стоп. А зачем нам туда телепортироваться, если есть острова поближе? Ну да, только мы тут остались. Мы остались здесь с Джеком. Блин, очень печально, что это так не работает, ребят. Тогда я просто пойду на разведку, чтобы мы экономили ресурсы. Найду эндергород, и вы будете догонять метода. Ладно, как сказал Джек, он набрал много эндерперла. Так что догоняйте меня. А рай может превратиться в эндермена и тоже меня догнать. Так что давайте не отставайте. Вы меня догоняйте, я нашел эндергород. О, мы сейчас тебя скоро уже догоним. Другая проблема в том, что острова слишком далеко друг от друга. И я могу до них просто не достать. До этого острова я никак бы не допрыгнул. Опа, телепорт. Пособность моя вроде бы возобновилась. Хоп. И совсем чуть-чуть остался. Еще один прыжок. И я сразу телепортируюсь на крепость. Все. Градус, мы почти пришли, мы уже видим крепость. Мы уже видим крепость. Я уже на верхушке одного из домов эндергорода. Догоняйте, ребят. Так, я посмотрю, что тут у нас есть. И тут есть шалкеры. Набирайте их как можно больше. Они нам еще пригодятся. Так, я пытаюсь уворачиваться от его атак. От этого шалкера противного. Ай, он все-таки попал в меня. Да, давай, вылазь. Что? Он телепортировался. Куда? Ага, вот. Я убиваю шалкера. Давайте, нам хотя бы два панциря понадобится. Ладно, ребята. Я пока что попытаюсь забраться как можно выше. Если меня сейчас только не заденут эти шалкеры. Надо уворачиваться как можно сильнее. И я вижу... Ой-ой-ой. Блин, их слишком много. Слишком много. Надо перекусить, иначе меня убьют. Градус, давай я для тебя все принесу с самой высоты. Я сюда перлами запрыгнул. Окей, но я пытаюсь разобраться с этими шалкерами, которые постоянно меня атакуют. Райм, как у тебя успехи? Джек, как у тебя? Ой, тут пустой сундук. Я нашел сундук с пущими бумажами, и еще какие-то поножи суперкрутые на зачарование. О, чей-то эндер... Очень классная. Ты мне кидаешь эндер-жемчуг, чтобы я быстрее к тебе добрался? Да. Нет, мне, походу, шалкер поможет с этим. Так, я кидаю, и сейчас буду у тебя. Давай еще выше. О, Райм, привет. Кстати, надо будет перебить этих всех шалкеров, пока они нас просто не убьют. Я для тебя брони принес, смотри. Опа, неплохо, зачаренная броня мне сойдет. Так, что здесь есть, что здесь? Отлично, все. Очень стильно быть вампиром. Это очень забавно выглядит, обожаю ходить в штанах и без футболки. Райм, так, собственно, зачем ты нас притащил в эндергороды? Что тебе надо было? Да, собственно, вот это вот. Понимаю, это очень полезно. И элитры. И вот это вот. Я полетел, вы меня видите? Да, мне кажется, он сейчас разобьется, и нам придется его собирать по кусочкам. В принципе, я думаю, мы можем уже возвращаться, потому что сделать здесь больше нечего. Ладно, ребята, мы уже подлетаем к нашему форту. В принципе, Райм, что ты нам еще можешь показать из того, что ты сдобыл? Куча всяких различных шмотов, потом вам покажу. Ребята, тайм-аут. Че это такое? Эмм, че это? Какая-то книжка, она тут, разве ее тут не было? Розыск. Объявлена охота на мегаоборот. Награда 300 алмазов. Представляет высшая степень угрозы, как раз белый. Мне кажется... О, надо пойти его убить, давай, я пойду его убью, этого оборота. Подожди ты, мне кажется, я знаю этого мегаоборотня, и мне кажется, это Настя. Кто такой Настя? Кто такой Настя, ты еще ее не знаешь? Это, собственно, о том, к которому я говорил, что она в последнее время пропала. Джек, слезь с рамки, хватит сидеть и втыкать в дерево. Ему нравится это делать. Ладно. Хорошо, значит, слушайте, нужно будет поискать еще записки, где, возможно, есть направление куда-то. Если Настя в беде, ее надо срочно спасать. А, окей, я вам помогу, в принципе. Ладно, превращаюсь в оборотня. Для этого мне понадобится прокачать свою способность, где она там, нюх, 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 умение. Я ее, кажется, не прокачивал. Отслеживание по запаху, а для этого мне придется еще прокачивать уровни. Пацаны, нас ждет прокачка талантов оборотней. Я согласен, что бы это ни было. Окей, Райм, меня смущает твоя голова. Ребят, сейчас куда-то схожу, сейчас приду. Ладно, Джек, тогда мне придется бежать в лес, идти убивать существ, прокачиваться. И все ради того, чтобы выкачать себе новый талант отслеживания по запаху. Я его не прокачивал, потому что думал, что он бесполезный. Эээ, Райм. Ребята, ребят, ну так что, мы пойдем прокачивать себе уровни? Джек, ты ничего подозрительного здесь не видишь? Ай, за что? Что я вам сделал? Райм, что с тобой случилось в этот раз? Райм, нажми просто снова F5. Ээээ, что? Кажется, я начинаю вспоминать, у меня есть способности, с помощью которых я могу превращаться в любое существо, к душу которого я получу. А, так вот почему ты стал эндерменом тогда, ты перебил их и... Получил их душу, да. И, возможно, часть вспоминаний кого-то из них тебе начали приходить в голову, возвращаться. Что ж, еще один поворот событий не заставит нас заскучать. Ладно, тогда, слушай, Райм, с тобой мы разберемся попозже, но для начала нам нужно спасти Настю. Я превращаюсь в оборотни и сразу приступаю к прокачке. Так что, ребята, давайте разбирайтесь там между собой. Возможно, найдите какие-нибудь зацепки в окрестностях, мы должны найти Настю, а я пойду прокачаюсь. Я думаю, это займет какое-то время, но нужно сделать это как можно быстрее. И начинаем прокачку. Бам, тыщ, клац, клац, тыщ, бам, тыщ, бац, тыщ, бам, кресть. И прокачанного... Иди сюда, охотник. Два удара и он труп. Идите сюда, ребята, вы тоже сойдете. Левой, правой, левой, правой. И ты иди сюда. Дышь. Туф. Бам. Туф. Что ж, я выкачался наконец-то до максимального уровня. Ребята, где вы? И самое время прокачать эту способность. Я уже 18 уровня, отлично. И берем... Так, надо сначала превратиться в обычного оборотня. Отслеживать по запаху. Позволяет отслеживать объекты по запаху. Расстояние отслеживания объекта увеличивается с уровнем. Также возможно установить цвет объекта, отслеживаемых в меню. Назначить. Все, супер. Я наконец-то получил эту способность. Теперь надо научиться ей пользоваться. Так, цвет отслеживания запаха в настройке цвета. И я начинаю видеть пятна. Видеть пятна существ различных. Но, а как мне понять, какой из этих запахов Настя? Наверное, мне нужно найти один из предметов, которые она раньше использовала. Для того, чтобы понять, какой у нее запах. Так, ладно. Выключаем способность. Но для этого мне понадобится отправиться в мой замок. Потому что последние вещи, которые набрала, остались там в сундуке. Джек, Райм, я, наверное, тогда полечу. Вы меня подождите здесь. Так что, ладно, ребята, я побежал. Градус, у нас вообще-то есть тайный ход с тобой. Мы можем быстрее добраться среди него, гораздо быстрее. Окей. Так, Райм, ты поедешь с нами? Да, конечно, поехали. Все, супер. Тогда догоняйте, не отстаем, нельзя медлить. Так, Джек, нам нужно три вагонетки для каждого из нас. Смотри, у меня как раз внутри я их коллекционирую, можно сказать. Раз, раз, раз. Я беру одну себе. Ну что, поехали. Поехали. Блин, Градус, вы знаешь, чего не хватает мне сейчас? Приделать к этой вагонетке пушку. Да как расстрелять криперов, знаешь? Джек, ну это можно сделать в Кроссаут. Где-где? Кроссаут. Бесплатном онлайн экшене, в котором ты сможешь строить и уничтожать. Собирать бронемашины из сотен деталей. Участвовать в масштабных зарубах за ресурсы с другими игроками. Там ты сможешь отстрелить врагу колеса. И он никуда от тебя не уедет. Уничтожить оружие противника. И он останется абсолютно беспомощным. Кроссаут. Важна каждая деталь. Экспериментируй с оружием, броней и модулями. Генератор невидимости, ловушки, защитное поле и многое-многое другое. Улучшай отношения с разными фракциями, чтобы получить доступ к новым технологиям. Если ты играешь с друзьями, то вместе вы можете собрать непобедимого составного робота. Круто, я уже хочу поиграть в это с тобой. И это еще не все, Джек. На карте мира ты найдешь любое задание. Бои с другими игроками, королевскую битву, сражения с огромными боссами или сюжетный режим. А еще в Кроссаут постоянно проходят особые ивенты. Качай игру бесплатно и забирай свои крутые бонусы только по моей ссылке в описании. Все, супер, ребята, наконец-то мы приехали. Побежали быстрее наверх ко мне в замок. Погнали. Блин, мне хочется прямо сейчас рубить и еще раз посмотреть, как будет работать эта способность. Отслеживание по запаху. Я вижу столько много существ вообще по всему миру. Там-то какое-то скопление зеленых существ. Интересно, кто это такие? А, да, это же жители, которых я держу в темнице уже сколько лет. Вы этого не слышали? А, нет, нет, это Люцик, это Люцик, он добрый. Добрые существа подсвечиваются зеленым цветом. Где-то в этих сундуках была любимая косточка Насти. Нигде его не вижу, стоп. Вот она, их даже две осталось. Так. Так, мне кажется, я начинал узнавать ее запах. Те белые пятна, это, кажется, ее следы. Ладно, ребят, я вас оставлю пока что здесь. Если я что-то сейчас найду, я вам обязательно об этом сообщу. Оставайтесь, я скоро буду. Так, ладно, где-то в этом направлении, кажется, я вижу еще Настин запах. Это что, Настина шерсть? Ха, белая шерсть, походу, это ее. Ладно, она где-то в том направлении. Еще вижу. Видимо, я правильно все-таки двигаюсь. Окей, продолжаем поиски. Там еще какие-то запахи. Главное, не спутать Настин запах с другими оборотнями. Еще вижу. Четвертая уже шерсть, капец, она линяет. Здесь где-то я начинаю терять ее запах. Подождите, где-то, где-то в округе должно быть... Так, интересно, что это за темные запахи? Наверное, нежить, скорее всего. Оооо, начинается день. Это очень плохо. Ладно, сейчас не стоит медлить. Друг, Настя в опасности. Я вижу, я вижу продолжение запаха. Так, главное, чтобы меня солнце сейчас не убило. Так, где-то тут. Так, еще подбираем. Так, я начинаю терять уже Настин запах. Подождите. Где-то здесь. Нет, ничего не вижу. А что там за охотники делают наверху? Может, она где-то там в деревне? Нет, там тоже ничего не слышно. Стоять! Что? Вот это слишком много запаха. Подождите. Так, сейчас пролетим. Что? Что это за гора? Почему так много охотников? Они дерутся? Они что, между собой что-то не поделили? А тот белый запах, это... Это Настя! Я ее вижу там, так по мне пытаются попасть. Боюсь, я не смогу справиться сам с этими охотниками. Ладно, придется идти на подмогу. Ой, уже день начинается. Быстрее надо возвращаться обратно в вампирский лес. Я запомнил это место. Осталось только подготовиться и спасти ее. Я уже подлетел почти к замку. Осталось найти ребят. Ой, я до сих пор не отключил способность с запахами. Ребят, привет. Слушайте, у нас есть некоторые проблемы. Так. Настю схватили. Помните то объявление, которое 300 алмазов или сколько? Ее схватила целая орда охотников на вампировые оборотни. Я не знаю, каким образом. В общем, их около 50 штук. Один я с ними не справлюсь. Настя в клетке и, видимо, ничего не может сделать. У нас есть два способа. Либо перебить их всех, либо сделать это скрытно. Джек, ты умеешь варить зелье невидимости? Я умею вводить жигуль, но и балтику варить. Зелье невидимости сможешь сделать? Если с бубном попрошу, сделаю. Окей, все супер. Хорошо, допустим. Райм, возможно, тебе нужна будет твоя помощь в поиске ингредиентов для зелий. Нам нужно именно будет подготовиться и сделать, скорее всего, это скрытно. Потому что боюсь без потерь там не обойтись. Еще кого-то могут схватить, и мы там потом вообще не выберемся. Так что, Джек, нужен паучий глаз. Где-то у меня был. Неужели его нигде нету? Райм, садись быстрее на меня. Сейчас мы по-быстрому добудем паучий глаз. Джек, какие еще ингредиенты нужны? Нужно, короче, редстоун еще. Редстоун, кажется, у меня есть в сундуках. Хорошо, мы сейчас прибудем, как только найдем пауков. Золотая морковь нужна. А, ну, в принципе, морковка это не проблема. У меня на ферме она растет. Отлично, хорошо, я заберу. Ой, кошмар. Для этого нужен гриб и сахар. Градус, я нашел паука, я нашел, я нашел. Иди сюда, иди ко мне. Так, сейчас бегу, Рэм, подожди. Градус, у меня есть глаз, побежали отсюда. Тут вот эти охотники. Беги к Джеку. Желательно еще найти тростник и морковка. Подожди, тростник, морковка и что еще? Гриб, 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 еще гриб. Гриб, окей, если что, в крайнем случае отправимся в ад, там их полно. Что прямо сейчас я могу найти? Осталось найти тростник. Тростник, тростник, тростник. Где-то он был. Быстро в полете его найдем. Это не составит труда. Где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Я помню, где-то здесь был тростник. Почему я его никак не могу найти? Все, очень печально, очень печально. Где может... Все, вижу тростник, отлично. Это у нас есть. Так, допрыгиваем. Так, думаю, столько тростника нам хватит. На всякий случай возьму этот. Давайте подберем все на всякий случай. Все, лишними не будут. А тростник, из которого мы делаем сахар. Нужна морковка на ферме Джека. Это секунда делов. Осталось только долететь до его базы. И мы это сделаем совсем быстро. Так, где-то здесь у Джека должна быть морковь. Ага, вот она, собственно, и растет красивая. Так, сколько здесь штучек? Я надеюсь, нам всего этого хватит. Подбираем. 11 штук, отлично. И я думаю, надо захватить деливарку, потому что у меня нету своей. А где ее Джек оставил? Блин, надо найти. Может, она у него дома? Нет. А, вот она, да, точно, она была у охотника. Как я мог забыть? У меня нету кирки, не могу же я ее просто так сломать. У Джека по-любому где-то завалялась. Каменная кирка, отлично, должно получиться. Добываем, все, забираем. У него, кажется, тут еще что-то было. Нет, все, охотник перестал меня игнорировать, начал меня атаковать. Перекус. Смотрим, повторяю, значит, сахар есть, морковь есть. Общими глазами займется Райм. И зеливарка, готово. Так, ладно, отправляюсь к Джеку, если что-то будет еще надо, думаю, он мне скажет. Все, ребята, я уже близко. Так, перещаем следующую мысль, чтобы не получить урон. И забегаю быстрее, ребят. Так, Райм, подам проблемку, только нам нужно будет не один глаз, а три. А как раз-таки я добыл еще, я вспомнил про это, я добыл еще два глаза. Все, хорошо, Джек, смотри, вот паучьи глаза, зеливарка я принес, потому что у меня свои нету, морковь, сахар. И вроде бы это все ингредиенты. Что еще нужно? Грибы. Точно, вот они, грибы у меня. Это много времени займет? Не думаю. Так, Люцик, подвинься, я хочу тут ее расположить. Мой же ты стальной алхимик. Где, вот, есть огненный порошок, на месте. У меня есть огненный порошок, я забрал зеливарки. Потом вернешься на место. Да, кстати, Райм, ты не в теме, прости, я слишком засуетился. Настя это главный оборотень нашей команды. Как я говорил, она самый прокачанный оборотень, и именно из-за того, что она сейчас нападает на всякие поселения, возможно, из-за этого на нее объявили охоту. Но Настю никак нельзя успокоить, это рано или поздно должно было случиться. Так, Джек, что ты ищешь? Я пузырьки с водой должен набрать. Надеюсь, это Настя не будет кусаться. Райм, ну, смотря как, ты чужой, поэтому будь аккуратней. Ну, ты представишь меня с ней, познакомишь, так сказать, что Райм нет. Хорошо, это не проблема. Я уже хочу посмотреть, что у тебя есть, пока что не особо, да, я вижу. Вот, пошел про соображение, первая стадия. Райм, слезь с моего песеля. Окей, хватит тут развлекаться своими этими. Давайте быстрее, потому что я не знаю, что они могут с Настей сделать. Наша цель, главное, ее спасти быстрее, потому что наша команда должна быть целая. Так, дальше. Райм, подожди, в кого ты умеешь у нас превращаться, покажи. Я могу превращаться, во-первых, в Эндермена, во-вторых, я могу превращаться вот в этого чувака. И самое главное, я могу превращаться вот в это. Ха-ха, свинка, это самая главная способность. Слушай, точно, в облике свиньи ты можешь незаметно проникать к противнику. Это хорошая идея. Кстати, точно. Джек, как твое зелье варенье идет? Я в процессе, я в процессе, да. Ладно, тогда нам стоит немного подождать, пока Джек приготовит все зелья. Мне нужен редстоун, ребятки. Так, редстоун, есть. Редстоун я уже много добывал, поэтому тут ты его по-любому найдешь. Так, у нас уже есть зелье ночного зрения, но... Так, Джек, а почему у нас зелье ночного зрения? Да, сейчас зелье ночного... У нас есть сейчас зелье ночного зрения на 3 минуты. Сейчас оно превратится в зрение на 8. Потом мы туда маринованный глазик паука отложим, и оно становится невидимостью. Как много элементов! Я даже... Я никогда не варил зелье, я даже не знал, что это так сложно. Джек, откуда ты это все знаешь? Эх, градус. Интернет все решает. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты уже взял один? Так, о, все, ребята, вы уже закончили? Зелье невидимости, все супер, на 8 минут. Хорошо, теперь садитесь на меня, мы отправляемся прямо сейчас на поиски Насти. Ведь чуваку наматата и понеслась. Ой, блин, так, ладно, я начинаю уже привыкать к вашей тяжести двойной. Так, ладно, а мы сделаем сейчас вот так вот, и так будет намного проще и быстрее. Полетели. Чуваки, я придумал план. Как вам идея, если я стану свиньей, отвлеку вот этих чуваков, а вы незаметно проскочите мимо них? Рамп, понимаешь, там 50 охотников. Я думаю, ты не сможешь всех одновременно отвлечь. Ну, это да, это да. Смотрите. Я тупо коробку передач дерну и ворвусь туда, блин, прям. Короче, ребят, сейчас я вас отнесу туда, и там на месте мы уже разберемся, потому что охотники, видишь, там патрулируют эту точку. Главное сейчас найти те координаты. Так, ребята, мы уже близко, я вас так уж и быть пронесу уже так. Ой, охотник, откуда он взялся? Так, прыжок, 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 прыжок. Ребята, смотрите, что здесь есть. Так, будьте аккуратны, слазьте с меня. Смотрите, здесь... А вон они? Да, 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 здесь целое логово охотников, и они могут просто нас убить вместе за одну секунду, если не быстрее. Подождите, я превращаюсь в летучую мышь, и... Так, все, обычно летучая мышь вроде бы непримечательная. Так, они там что-то стреляют между собой. Если вы меня слышите, ребята, Настя там внизу чуть-чуть ниже в клетке, охотники просто вокруг везде. План таков, идите ко мне обратно, я задеваю. Мы с Джеком выпиваем зелье, рам, ты превращаешься в свинюшку, пытаешься как можно поближе подобраться к Насте. Так. В крайнем случае, я превращаюсь в летучую мышь, но мне кажется, охотники на вампиров меня быстро заметят, потому что они чувствуют кровь вампира, и в этом вся моя проблема, то что у меня не получится быть скрытным. То есть, Настя, вот этот вот белый волк. Правильно, сейчас нам надо ее спасти. Джек, у тебя есть кирка? У меня есть кирка каменная, окей, сойдет. Значит, Джек, как мы будем действовать? Я прокопаю туннель с обратной стороны, но все равно выпизделье, чтобы нас не заметили, когда мы пробьем туннель. Райм, а ты просто следи за обстановкой, если кто-то нас увидит, дай нам знак. Типа, если они что-то начнут заподозривать, пробелись к ним, пожалуйста, в центр. Окей, я понял. Если что, я буду хрюкать. Окей, так, Джек, слазь. Слазь, Джек, сейчас мы с тобой. Райм, спускаешься вниз. Джек, у нас с тобой на все про все есть 8 минут. Быстрее спускаемся. Ой, тут день наступил, надо быстрее пробить. Ай, проход, 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 пока я не сгорел. Джек, жду тебя только. Джек, так, я вижу тебя. Давай, копай, 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 копай. Я начинаю тоже пить зелье. Так, отлично, мы возле нее. Настя, Настя. Кто? Мы здесь, сзади, сверху. Ой. Так, тихо, тихо, тихо. Подожди, подожди, не пались, не пались, будь аккуратней. Нам надо сделать так, чтобы как-то ты выбралась незаметно. Блин, ребят, у меня проблема. Я начинаю чувствовать, у меня слабость из-за чеснока. Там, походу, везде рассеиватель из чеснока. Джек, надежда только на тебя. Райм, у тебя осталось последнее зелье невидимости. Передай его, пожалуйста, через клетку Насте. А, я попытаюсь сейчас. Все, передал. Настя, пей зелье и сейчас беги быстрее к нам. Беги сюда, наверх, где мы. Все, выбегаем, 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 ребят. А, ребята, меня спалили, меня спалили, помогите. Так что, Райм, нет, подождите, только не это. Походу, скрытность не наш конек. Я надеваю броню и начинаем сражение, ребят. Перебьем их всех. Ребята, помогите, помогите, помогите. А, блин, я не могу превратиться в летучую мышь, использовать свои способности из-за того, что на мне до сих пор действует эффект чеснока. Ребята, вы там справитесь? Ребята, я превратился в эфрита, я могу их всех сжечь. Проблема в том, что я ничего не могу. Ребята, у нас проблема. Настя? Ребята, я не могу вам помочь, на мне зелье, которое не позволяет использовать способности оборотня. Так, я не могу атаковать, ребята, надо бежать отсюда. Это все рассеиватели чеснока, из-за них я очень слаб. Кто может, бегите быстрее. Райм, ты можешь вроде бы лететь. Убегаем. Утенок, ты где? Я убегаю. Все, Настя, у тебя получилось? Да. Ребята, у меня вообще не осталось сил. Ой, я превращаюсь в человек. Ребята, проблема в том, что там везде рассеиватели чеснока, а они блокируют полностью мои силы. Я не могу даже спокойно атаковать. Быстрее убегаем, пока они нас не догнали и не перебили. Следуйте за летающей броней, которую вы не видите, к сожалению. О, вот так должны видеть. Все, ребята, теперь наша цель, как можно быстрее вернуться на базу. Ой-ой, ребята, нет, у нас проблемы. Ребята, если... Что? Нет, откуда они? Нет! Ребята, помогите! Разбегайтесь! Бьем!